добрый вечер тема сегодняшняя лекция где мы находимся и как мы выглядим второе название придумала александра и я бы так думаю на не решилась бы сама бы на такую приписку но мне это выражение очень понравилось и вот тем более сейчас андрей тоже сказал что именно фраза его это заинтересовало как не быть белой вороной на мероприятие кстати белой вороной дальше у меня везде идет в кавычках почему я здесь это не внесла но тем не менее действительно мы белая ворона подразумеваем но барона не такая как все но если мы говорим не о вороне а о себе то значит как быть или действительно где-то стоит выделяться быть белой вороной а где-то как раз не быть белой вороной где что уместно то есть об этом мы с вами и поговорим как часто мы себе задаем различные вопросы действительно куда бы мы с вами не собирались даже если выйти на детскую площадку с ребенком мы тоже себе задаем вопрос насколько мне будет уместно удобно а вдруг эта площадка к примеру не в нашем дворе мы собираемся поехать в другой какой-то парк мы меняем одежду меняем как правило и здесь мы себе еще задаем вопросы к примеру вообще какие-то существуют у нас особенности к примеру когда мы собираемся куда-либо но в этом случае здесь еще что существует к примеру учитываются ли какие-то внешние параметры учитывается лишь наш возраст характер какие то есть особенности это тоже обязательно учитывается об этом мы тоже поговорим и вот у нас как раз девушки задавали вопрос будет ли уместны к примеру там джинсы или брюки если мы идем в театр как выглядит как выделиться и показать себя через особенности своего наряда потому что если мы приходим бывает вот на выставку вспомните такие моменты мы же даже не обязательно там будем разговаривать мы же в своим образом будем транслировать свой имидж по сути дела правильно к примеру даже есть человек у него очень глубокие познания в какой-либо теме может он там профессор каких-то наук но ему не удается на этой выставке показать свои знания показать свою эрудицию и в этом случае люди как считывают же по образу любого человека поэтому прежде чем либо куда-либо собираться пойти мы должны понимать соответствует лишь наш образ той ситуации и тому мероприятию куда я иду существует ли в 21 веке дресс-код если вот говорить смотрите здесь напишала при посещении культурного мероприятия существует ли знаете здесь под большим вопросом в первую очередь такой дресс-код тоже условный его диктует культура и его диктует общество потому что дресс-код как таковое понимание а даже с точки зрения юрисперденция я сама здесь была на лекции где вы спали юристы и говорили о том что дресс-код он противозаконен и даже на работе где вводится дресс-код в первую очередь то есть он не может водиться как ультимативно то есть он может водиться как рекомендации к примеру и любой из сотрудников но может пожаловаться на это решение руководства если вдруг руководство решила ввести какой-то дресс-код потому что дресс-код в первую очередь что это такое это то что отвечает за безопасность того того образа которые к примеру на определенной работе то есть допустим где то есть обувь с такими достаточно массивными носками для того чтобы обезопасить ногу от удара да где то есть у кого-то шлем потому что он обезопасит тоже от удара да допустим у строителей есть какая-то определенная форма то есть вот дресс-код в первую очередь он относится к тому чтобы идентифицировать данного специалиста с данной специальностью к примеру это могут быть строители это могут быть стюардессы к примеру да когда мы приходим в какое-либо какое-либо заведение или учреждение допустим в тот же банк как правило там у сотрудников будет введен дресс-код в плане цвета именно не в плане фасона одежды и какого-то определенного строения а именно с точки зрения цвета и это мы можем видеть допустим в любых банках да допустим тот же альфа-банк там втб сбербанк то есть мы можем видеть что люди ходят в разной одежде но цветовая палитра у них сохраняется а а если мы говорить будем о дресс-коде именно при посещении культурного мероприятия то здесь вот как раз с вами тему раскроем пошире если такое и вот как раз вот и говорили об истории а как это было раньше почему ходили раньше в театры вот соблюдая определенные какие-либо правила есть такое понимание как этикет когда мы говорим этикет это тоже это про поведение в общественных местах в том числе это включает себя образ но мы же прекрасно понимаем что те правила которые были в девятнадцатом веке некоторые не работают в двадцать первом никто же сейчас не отвешивает реверанс и какие-то поклоны определенные некоторые моменты вообще даже одежды ушли у нас из гардероба это тоже стоит признать но тем не менее прослеживаются такие моменты вот например если раньше мужчины выходили в свет почему говорят светский этикет выход свет выход в свет это значит куда-либо ну то есть выходят свет выходят вы место где находится как говорили свет общества и поэтому естественно здесь у мужчин в основном были предпочтение костюма и фраки а женщины действительно подбору образа подходили серьезно это и пошив платья и самое важное это точно также как сейчас у нас в современном в современном этикете при формировании имиджа и образа главную роль играют аксессуары даже не столь сам образ одежды то есть одежда может быть простой базовой классической важную роль играют именно аксессуары и мы сейчас с вами разберем да к примеру как я сегодня на работе в течение 8 часов а вечером у меня мероприятие светское как в этом случае можно обыграть образ для того чтобы сейчас я буду уместно выглядеть на работе а вечером я могу как-то интересно выглядеть на мероприятие и поэтому да если раньше было такой наряд венчался головным убором и прической потому что именно прическа и все что у нас есть принципе на лице и голове отвечает тому образу и стилю при формировании стиля что у нас берется стиль это же наша архитектура по сути дела поэтому когда мы формируем стиль мы четко понимаем что то что у нас на голове это является частью образа вы смотрите даже когда любой человек мужчина или дама начинают работать со своим стилем и казалось бы пошли вещи чего нет проще до имея определенный ну допустим запас денежных средств можно пойти на те же там 30 40 60 80 ну как-то как-то сделать такой апгрейд но как бы мы это не делали если на голове творится не совсем порядок если нет определенные укладки или стрижки там волосы как-то как-то так вы знаете вот ни одна одежда этого не скроет как бы этого не говори поэтому когда начинают в принципе имиджмейкеры и стилисты работать они работают с образом в целом и в том числе начинают с подбора прически прическа это как длина волос объем волос укладка и все прочее вот и конечно же создание образа заканчивается обувью она и сейчас это зачастую когда мы видим что формируется казалось бы дорогой костюм хороший костюм видно что тоже ткань хорошая что зачастую видишь о офисных клерков и это наблюдаем к примеру есть сотрудники банков то костюм дорогой по часы все в порядке все хорошо а смотришь на ногах обувь но которая то есть уже на улице и и надевать не очень а в офиска я ее возьму так вот обувь как раз выдает насколько человек формируя свой образ ну то есть он дорожит той профессии дорожит любит ли свою работу вот прям обратите внимание вот придите у себя там в офисы или где-либо в окружении посмотрите как человек одет у него образ и какая у него обувь вот обувь и прическа это всегда завершение образа тоже можно изменить извинить к примеру там помявшийся костюм или платье но к примеру уже какие-то немытые не ухоженные волосы и стоптанную обувь не чищеная но сразу же это бросается в глаза поэтому вот таким вот моментом необходимо уделить внимание если мы говорим о том что про про историю мы сейчас еще с вами затронем а если разница и сейчас мы говорим 21 век все же век технологии космоса как мы сейчас с вами уже поняли что к примеру два года назад что многие ушли в онлайн и насколько это изменило в результате образы людей одежда изменилась посмотрите сколько людей сейчас ходит в кроссовках и как мало сейчас ходят женщин на каблуках замечаете такое и сейчас кроссовки уже носят и с деловым костюмом и с платьем носит и с шортами и со спортивной одежды то есть обувь которая вытеснила всю остальную и осталось вот получается кроссовки или кеды то есть они прямо вошли у нас в арсенал потому что происходит все происходит такое найти есть вот мода она циклична то есть когда мы разбираем и проводим у нас идут лекция которые связаны с историей моды они кстати тоже запланирована у нас на эту осень моды же она циклична то есть брать двадцатые тридцатые сороковые шестидесятые и далее восьмидесятые годы она ведь связана с историей которая происходит в любой стране да то есть милитари когда входит тогда когда военные действия какие-то происходят тогда когда происходит романтизм и есть какой-то определенный расцвет даже цвета которые выбирает институт понтон они же ведь тоже же создаются не в декабре на следующий год а это происходит за два-три года до наступления следующего года то сейчас уже институт понтон уже понятно что уже это известно какой год будет в 2002 какой цвет будет базовый 2023 2024 2025 чем это характеризуется потому что когда институт понтон подбирает цвета это делается что огромный социологический опрос какое сейчас настроение состояние психологическое мысли какие у людей почему к примеру два года назад был помните у нас фиолетовый цвет к примеру а фиолетовый цвет это же ведь отчасти цвет ну такой он сложный он цвет космоса он цвет чего-то такого волшебного а другие его называют цветом безумства что стало происходить два года назад то есть оказывается все это уже было запланировано уже все плановые какие-то определенные действия вот такой цвет вот он приходит базовый цвет этого года какой он не синий а какой лавандовый да ну такой вот больше как бы лавандовый но это что же самое разберем разбеленный фиолетовый по сути дела до или сиреневая вот вам пожалуйста как бы делайте выводы а в прошлом году кстати впервые за много лет был цвет желтый и серый если вы помните сочетание поэтому мы говорим что большую колоссальную роль играет то что меняется время 19 век 20 21 век век технологии космоса 21 век сейчас действительно вот он ознаменован что мы два года с вами были в онлайн 21 век век изучения мозга и психологии как сейчас много людей начинают искать именно свое предназначение свои особенности что нравится что я хочу много сейчас людей очень меняет профессия много появляется различных интересов и здесь то же самое естественно меняется в том числе и образы и одежда и цвета и что же говорит о нас действительно одежда обувь аксессуары она говорит о многом порою действительно и даже не порою наше тело наше поведение вот то что говорили взять эту тему шире наше движение наша киноэстетика и наш образ он говорит больше чем говорят слова потому что даже если мы берем статистику как воспринимается в общем образ человека за сто процентов если брать слова если брать интонацию и голос и брать киноэстетику это мимика и жесты они распределяются это по статистике хотя у вас это будет по-разному кто-то хорошо воспринимает аудио лучше кто-то хорошо видит глазами а кому-то важно еще потрогать но если в принципе как бы по статистике распределяется что получается а что 38 процентов у нас занимает интонация 55 процентов мимика и жесты и всего 7 процентов слова и еще раз значит получается всего 7 процентов занимают слова о чем это говорит вряд ли вы завтра дословно вспомните то о чем мы с вами говорили вот прямо дословно вряд ли вы будете помнить но но а сегодня даже встречаясь друг с другом или встречая где-то меня потом а вы все равно будете помнить голос интонацию голоса и те движения которые совершает человек это по статистике поэтому мы говорим обращайте внимание создание первого впечатления это не тогда когда мы уже ушли создание первого впечатления происходит в первые буквально пять шесть секунд когда мы только появляемся в пространстве и поэтому если мы говорим о внешнем виде в том числе и внешний вид он тоже тоже говорит о нас что говорит о нас наш стиль что говорит о нас наш имидж и меч это более широкое понятие чем стиль имидж это как раз и поведение и голос и движение и все а стиль это в большей степени образ на практике мы сейчас вами как раз разберем что важно учитывать при подборе образом как интересно сочетать и миксовать разные стили что делать если мероприятия после рабочего дня какие образы являются базовыми и уместны везде что делать если не знал адрес коде мероприятия как не прослыть белой вороны и где можно и важно быть белой вороной пока я переключила то есть вы можете сами себе задать эти шесть вопросов вот к примеру представьте любую ситуацию куда вы собираетесь куда вы пришли вот даже сегодня сюда шли когда мы вообще куда бы мы не собирались важно себе задать шесть вопросов важные ключевые это то действительно кто я с позиции я что я себе несу если вам не придется ничего даже о себе рассказать вы у вас даже возможности не будет представиться как люди поймут вы кто как они по вам это могут считать это очень важный момент мы понимаем куда мы идем как как раз вот девушки говорили как понять куда одеваться куда как одеваться и какой образ создавать куда я иду место пространство то здесь тоже поговорим о том что если вы к примеру идете просто пространство на выставку это одно другое если вы идете в определенное пространство и к примеру выступаете являетесь спикером какие есть внешние факторы и есть ли они время года и погода то есть вы тоже себе отдаете отчеты время года какое то есть стоит ли мне взять какую-то обувь на сменку примеру в тот же театр и если я еду за город но это светское мероприятие тоже к примеру какой обувь и какие вещи мне с собой брать казалось бы тоже какое-то светское мероприятие но образ он тоже будет отличаться в зависимости от этого какая какая аудитория аудитория это как раз те люди которые будут считывать вас поэтому надо понимать если мы идем на бизнес конференцию то мы представляем бизнес образ если мы идем на примеру дружескую вечеринку у нас будет совершенно другой образ если мы идем на 0 на любой какой-то в образе вы рисуете мероприятие то естественно мы будем понимать что там есть определенные люди на которых необходимо произвести впечатление естественно цель моего визита то есть надо понимать или я просто на выставку пришел или я буду представлять свою коллекцию или я буду рассказывать о том авторе который к примеру презентует эту коллекцию и моя миссия это смысл кому я нужен и зачем вот если говорить зачастую даже когда работаем с корпорациями зачастую путают слова цель и миссия посмотрите на эти слова глубже я иду и моя цель вот такая то или я нахожусь здесь и моя цель такая то вот цель она как правило выражается в количестве в цифрах в значении в каком-то а миссия это что-то более широкое вот вы находясь в пространстве вот подумайте сейчас допустим о том а моя миссия какая она сегодня смысл того что я сюда пришел и какую пользу я могу принести и это от любого действия то есть я иду туда зачем-то для чего я иду и какая будет в этом месте для меня польза и тогда это уже будет иметь более другой глубокий смысл с чего начинается театр вы знаете есть такое выражение театр начинается с вешалки а если по-другому сказать театр начинается далеко-далеко до вешалки ведь если мы идем в театр мы делаем определенный выбор билетов такая стратегия куда я пойду куда я буду на балкон в портер покупать с чем это обосновано это может быть обосновано потому что там удобно потому что там всегда наши места это может быть обоснована с видимостью, с ценой билета, с чем угодно. Выбор костюма, эстетика. Вот как раз мы здесь думаем о том, что а в театр в чём сейчас уместно ходить? Рассматривая историю, вот посмотрите даже вот, к примеру, современные аксессуары XIX века, дама, которая брала с собой в театр, и аксессуары XXI века. Отличаются они? Кто из вас сейчас даже берёт с собой веер? Ну есть вообще у кого-то в арсенале веера, мы его берём с собой. Перчатки, которые не уличные, а перчатки те, которые в театре. Украшения, я так думаю, украшения, наверное, ещё есть, да, у кого-то какие-то, может быть, и бинокль свой, именной, не купленный, не взятый в аренду, потому что очередь будет, не надо отстаивать. Некоторые же берут бинокль для того, да, чтобы потом подойти без очереди. Поэтому, а так, чтобы свой именной проверенный, потому что зачастую, когда берём бинокль, ну то есть в него как бы не очень хорошо-то и видно. Поэтому, ну, наверное, есть у кого-то свой именной бинокль? Вот. Очень приятно, что у молодого поколения, оказывается, есть свои личные бинокли. Поэтому вопрос был задан про театр, да? Вот. И всё даже начинается, смотрите, билет купили, понимаем, где будем сидеть, выбрали костюм, который соответствует эстетике данного театра, потому что театры тоже бывают разные, да? Театр может быть опера и балета, а может быть театр какой? Ну, знаете, как театр одного актёра, да? Что мы здесь же находимся в зале, перед нами играют. То, наверное, всё равно какая-то разница в этом есть. Но всё начинается вот как раз, как мы говорим, мы идём в театр, и вдруг перед нами возникает первое что? Это могут быть двери в театр. Мы идём с кем-либо, и здесь вот уже открываем или пропускаем наше какое поведение. Если мы говорим о том, что мы в России живём по правилам европейского этикета, а в Европе всё же принято, что женщины и мужчины равны, наш этикет в этом случае в России отличается чисто из того, что из воспитания. То есть мамы продолжают воспитывать своих сыновей всё же галантными, и с мужчинами нашими и русскими даже отмечают это в Европе, что гораздо приятнее, потому что они и дверь придержат, и стул пододвинут, и руку подадут. Поэтому здесь нужно говорить о том, что, подходя к дверям, что тоже важно. Вот смотрите, здесь даже работает кинестетика. Когда мы подходим к дверям, мы не тянемся к ручке, открывая дверь, а мы подходим к двери и открываем дверь. Даже здесь это понятно, насколько человек… Но вот, понимаете, движение кинестетика уже сама работает. То есть или меня дверь открывает, или я дверь открываю. Дверь открываем. Ступени, эскалатор. Если мы идём с мужчиной, если это светское такое мероприятие, то мужчина открывает дверь, пропуская даму вперёд, и потом заходит за ней. Ступени, эскалатор. Если мы говорим о том, что ступени, они тоже являются технически таким опасным средством и мероприятием, точно так же, как эскалатор. Поэтому вот здесь что? Когда поднимаемся, получается, мужчина где у нас идёт? На полшага сзади, как бы подпридерживая, да? И когда, получается, спускаемся, наоборот, на полшага впереди. Сменная обувь. Здесь этот вопрос, он стоит таким… Он не больной, он просто стоит ребром. Брать или не брать с собой сменную обувь? Давайте вот с практической точки зрения. Взяли мы сменную обувь. Где мы её переобуваем? В гардеробе. В гардеробе не так много банкета, куда можно сесть. Поэтому рассматривается вопрос такой, что можно, к примеру, и в театрах разные, как бы, вот, дамские комнаты, ну, туалетные комнаты, да, что где-то можно даже в дамской комнате переобуть обувь. Потому что вот эстетически даже вспомните, женщина переобувается в гардеробе. Как это выглядит? Конечно. Если вы умеете красиво сесть на стул и снять обувь, тогда да, банкетка вас ждёт. Если вы эти не оттренированы это делать, тогда один из вариантов, если вы на машине, то пусть у вас будет обувь в машине, уже из машины вы просто доходите в туфельках до театра. Если вам всё же желательно переодеть, потому что шли или ехали в зимних сапогах, и жарко будет, тогда будьте добры, всё же пройдите в дамскую комнату и переобуйтесь там, как вы это умеете делать. А если научились на курсах у Марии Буше это делать галантно, элегантно вернее, то тогда это можно сделать так. Но в любом случае, смотрите, сменная обувь, то есть мы живём и понимаем, что в городе, что у нас есть транспортная какая-то грязь, прежде чем зайти в театр, это точно так же, как промокнуть губы салфеткой до того, как пить напиток, всё же обувь следует привести в порядок до входа в театр, чтобы она была не забрызгана, а вы её переобывать не будете. Поэтому это тоже очень важно. Сменную обувь, если мы её снимаем, мы её сдаём, то есть тоже нужно позаботиться о той сумке, в которой мы будем сдавать, чтобы она не протекала, чтобы она не навредила другим вещам, но и пакет-пятёрочка тоже не стоит уж для этого использовать. Даже если есть пакет непромокаемый, то лучше его в какую-то приличную, совершенно тканевую авоську, которую мы сдаём, уж в театр, да в театр. Поэтому вообще из-за бихода, вот каждый раз говоришь, если мы говорим о том, что образ, вот он весь, и здесь же вот этот пакет, пятёрочки, ну как-то не вяжется. Поэтому всегда будет практичнее, экономичнее и элегантнее и галантнее иметь какую-либо авоську. Интересно, сейчас их называют шоппер, там как угодно, поэтому в арсенале можно их иметь и шить из разных тканей. И то же самое, сдавать сменную обувь всё же не в пакетах, а если, то есть сумка непромокаемая, или тогда пакет, вставленный в сумку, который мы сдаём с длинными ручками. Знаете, вот такой интересный вопрос, он даже не спорный, но насколько он разный. Вот я в прошлом году, я уже вам рассказывала, организовалась такое у нас есть в России объединение специалистов по этикету, и люди, которые преподают этикет или работают с этим, то есть входят в это объединение, я тоже являюсь членом этой ассоциации, национального объединения по этикету, и у нас постоянно проходят занятия, то есть постоянно. И прямо гуру-гуру по этикету рассказывают, что сейчас нового, что меняется, как что делается. И когда мы говорили о том, что вот и я всегда до этого говорила на всех занятиях и на всех встречах, что когда мы приходим, к примеру, в любое светское заведение, в ресторан, в театр, пришли мужчины, женщины. То есть получается, что по правилам светского этикета, чтобы женщине было удобно, потому что в светском этикете акцент стоит на женщине, а мужчина помогает женщине снять верхнюю одежду, пока она там может прихорашиваться, губы покрасить, привести прическу в порядок, и потом он снимает уже одежду верхнюю себя и сдаёт это. Когда выходит обратно из театра или из ресторана, получается, он сначала надевает одежду на себя и потом надевает одежду на даму, то есть она тоже в это время может что-то как-то себя привести в порядок. Всё время это было так. И сейчас вдруг гуру тоже говорят, что сейчас говорят о том, что как раз мужчина сначала надевает на женщину верхнюю одежду, а потом одевается сам. Вот у меня пока ещё такой немного разрыв шаблона, я согласна и с тем, и с тем правилом, поэтому как удобнее, как комфортнее, ну уже на ваше усмотрение. И опять же, вот есть прямо, замечали ли вы такое, то есть если прямо не отработано, вот когда мужчина подаёт, постоянно это делает. Что происходит? То есть мужчина подаётся своим ростом, а женщина пытается влезть в это пальто. Бывает такое? Такие моменты, да? То есть уметь ещё надо подавать. Когда, вот здесь прямо красным выделено, да? Когда как бы снизу вверх подали, воротник пригладили. То есть это же не воротник гладит, как бы женщину свою таким обнимающим жестом и погладили. Поэтому мужчины, учитесь, как это делать, а дамы берите на вооружение и тренируйтесь дома со своими мужчинами, как это делать, элегантно и галантно. Факты из истории и современность. Если как бы не совсем далеко и не видно, я буду зачитывать, как было. В императорской России в ложах обычно они выкупались с семьёй на весь театральный сезон, подавали шампанское и фрукты. Сейчас это делается? Нет, сейчас у нас есть буфеты, где мы можем, встав в очередь, в течение перерыва что-то купить себе. В XIX веке существовало правило, чем ниже ряд, тем глубже декольте. То есть самые откровенные наряды были у зрителей в первых рядах. Ну вроде как бы зачем на галёрке, кто там увидит. А так с балкончика всё видно. То есть получается есть... Сейчас даже мы вот заметим, если берёшь места на балконе, вспомните, вот смотришь, и всё равно же в зал. И насколько разномастна сейчас очень одета публика. Кто-то реально приходит прямо в длинных платьях, с украшениями, сменой обуви. А кто-то пришёл, как вот с работы пришёл. Так думаешь, ну ещё хорошо, что хотя бы не в спортивном. То есть есть и джинсы в сочетании с чем-либо. Есть и это есть, свобода. Потому что если раньше это считалось, выход в свет это нечто таким, люди готовились к этому, там раз в месяц, к примеру, водили, то сейчас это можно в любое время и после работы. То вроде как бы уже и актуальность потеряла. В Царской России, да, мы вели себя сдержанно, аплодисменты только обозначали, касаясь веером, ладони. Мужчины-аристократы не проявляли бурных эмоций, это был дурной тон. Шумела только галёрка и балконы, щедро бросая цветы на сцену. Что сейчас мы можем наблюдать? Браво! Биз! Да, ещё какие-то аплодисменты, цветы уже никто не кидает, а их всё же преподносят, если кто-то принёс. Понимаете, как сместилось, изменилось сейчас? То есть были определённые правила, был определённый этикет. Этикет – это тоже правило поведения в общественных местах. Как оно сейчас всё поменялось? Мы более бурно выражаем эмоции, мы ведём себя по-другому. Поэтому и образ наш тоже меняется. Он становится более динамичным, становится более свободным. Никто сейчас корсетные платья не носит для того, чтобы там была уже талия и там как-то выглядеть в театре. Надеваем какую одежду? Свободную и комфортную. В XIX веке театр России был не только местом, где можно было насладиться великолепной игрой актёров, но и настоящим светским заведением. Здесь в Антракте мужчины назначали встречи, обсуждали деловые вопросы, в театре велись разговоры о политике и заводились полезные знакомства. Можем мы это сказать сейчас о современном театре? Можем? Хотя покивайте или... Ну кто-то да, кто-то делает так. Кто зачем приходит в театр, да? Где-то можно навести полезные связи. Может быть. Но в большей мере приходят посмотреть игру актёров. И вы знаете, действительно, порой в Антрактах случаются определённые беседы, когда знатоки и ценители театра разговаривают между собой. И такие есть, как правило, всегда. И если прислушаться, это бывает настолько интересно. Есть же люди, которые интересуются. Которые знают артистов, актёров, то есть артистов. Которые знают постановку режиссёра, которые знают, какая была до этого постановка. И вот таких людей тоже очень приятно послушать. Да, конечно, то всё, что происходит в зале, это очень ценно. Но тем не менее, вот ценителей тоже надо слышать, слушать, подходить к ним, интересоваться и таким образом завязывать какие-либо интересные знакомства и связи. Прийти в обычном платье на спектакль дома дама не имела никакого права. То есть понятно, что здесь уже каждый, притом ведь наряды тоже они, вот зачитаю сейчас и скажу, наряд должен был быть вечерним, но ни в коем случае не бальным. И глубина декольте регулировалась тем местом в зрительном зале, здесь ещё раз вот из другого источника, но то же самое говорится, который занимала барышня. Самые глубокие вырезы были у дам, сидящих на нижних ярусах, а вот на верхних декольте были чем выше, тем скромнее. Ведь здесь говорилось о том, что чем ближе сидели, тем получался выше статус, если только балконы, которые были выкуплены. Потому что если даже вот были приведены примеры, я уже здесь не стала сюда изображать, где получается ложа, допустим, у того же семейства царя, оно же тоже было ложа, они же не сидели в партере. То есть здесь обосновано тем, что хорошая просматриваемость зала какая-то должна быть, и поэтому мы понимаем, что галёрка – это та, которая через весь партер и там была галёрка, или те задние ряды на балконах, с которых очень плохая просматриваемость. То есть были самые дорогие места, это действительно определённый первый или второй ярус балконов, где могла разместиться полностью вся семья, которой никто не мешал. Поэтому, естественно, там выносились и напитки, и фрукты, то есть это прям был вот такой вот светский выход. Цвет определённый тоже был точно так же задан, то есть мужчины были или в тёмно-красных, чёрных или синие парадные фраки, белоснежные рубашки с накрахмаленными манжетами, воротничками, изысканные вышитые цветные жилеты. Если брать современный дресс-код, и у нас тоже были такие лекции на эту тему, то там есть несколько вариантов дресс-кода, где действительно чёрные костюмы, они как раз используются именно на такие мероприятия, какие-либо торжественные. То есть есть black time, и есть, допустим, когда там в белых костюмах, и это тоже символическое. То есть чёрное, это никогда не являлось классикой. Чёрное – это говорит о том, что мероприятие определённой значимости. Поэтому чёрные костюмы, чёрные фраки, чёрные платья, то есть они надеваются в определённое место при определённых условиях. Непременным дополнением были также галстуки, шейные платки, шляпы, перчатки обязательно белого цвета. Когда вошли в моду цилиндры, их стали считать приличным головным убором как раз для выхода в свет. Но естественно, что в театре головные уборы снимали. Сейчас головных уборов нет, поэтому очень важно, что у нас присутствует здесь, может быть, в области лица, торса. То есть что мы несем. Здесь могут быть такие аксессуары, как, к примеру, возможно, какие-то это могут быть украшения на голову, возможно, у кого-то интересные формы очки, возможно, это могут быть действительно какие-то на шейные платки, возможно, это крупные какие-то аксессуары, вот мы потом дальше посмотрим, то есть что в современности. Поэтому, понимаете, как бы одни головные уборы как аксессуар переключились, просто стали более современными и перекочевали в другое место. Ну, вот так вот по-другому. Как интересно сочетать и миксовать стили? Стиль одежды, как мы уже сказали с вами, это такая акцентированность комплекта, объединяющая признаки, их совокупность. Когда мы работаем вообще, в принципе, со своим даже стилем, мы понимаем, что мы все равно учитываем обязательно свой возраст, мы учитываем, естественно, пол, хотя сейчас пол есть такой стиль, как оверсайз или одежда в оверсайз, когда непонятно, это мужское или женское, и не обозначено, но тем не менее, поэтому и говорят, девушки, если даже вы используете одежду в образе оверсайз, все равно подчеркивайте какими-то либо интересными, яркими деталями, в виде там шарфа, может быть, ярких перчаток, сумки какой-то интересной, так, чтобы все же был образ полеженственным, интересным. Мужчина это больше привлекает, то есть, когда у женщины есть какой-либо аксессуар, отождествляющий ее с женщиной, тогда это привлекает мужское внимание. Конечно же, если мы говорим, что это что-то такое профессиональное, к примеру, это связано с конференцией, это связано с определенной лекцией в формате, там какая-то, к примеру, медицинская, то мы здесь должны понимать, что тогда профессиональное оно существует, оно есть, мы тоже должны это учитывать. Социальный статус. Социальный статус здесь, знаете, допустим, как говорится о том, что может быть замужняя женщина, как ее можно отличить от незамужней, в столовом этикете это разбирается, раньше это было, как можно определить по тому же кольцу. Но кольцо сейчас, насколько оно стало, там все замужние женщины носят кольцо? Все? Я так думаю, даже редко кто замужем носит кольцо. Поэтому определить социальный статус, здесь еще говорится о социальном статусе, о социальном положении. То есть человек, имеющий определенный социальный статус, то есть прийти на какое-либо мероприятие, я прямо это сама недавно наблюдала, была на большом показе, где вышла дама определенного социального статуса, и получается ее образ просто смотрелся настолько, даже как бы со знаком невыгоршно не сказать, то есть она занимает должность, но вышла так вот, как бы казалось при должности, невозможно выйти на сцену, и это смотрелось прямо так, думаешь, ну вот как-то надо думать о том, куда выходишь, когда ты представляешь город, когда ты представляешь определенную нишу, когда ты представляешь определенную культуру, прямо вот об этом надо очень хорошо думать. Ну действительно, потому что на нас смотрят люди. Если мы выходим куда-либо, выходим на сцену, выходим, чтобы что-либо сказать, даже поблагодарить выходим, то есть надо все же думать о том, не только о себе, как мне комфортно и удобно, а необходимо думать о том, что насколько людям это эстетично и приятно, насколько они нас отражают с нами, с нашим социальным статусом, принадлежность к субкультуре, ну здесь, я так думаю, вы понимаете, о чём говорится, да, субкультуры разные, если человек отражает эту субкультуру, он как-то всё равно её должен нести зрительно. Вот, конечно же, личный вкус человека, эпоха жизни общества, здесь мы говорим в большей мере о культуре, национальная и религиозная культура, потому что даже, знаете, я так думаю, наверное, если пришёл батюшка в сане, в определённом, с бородой, ну его сразу же не, ну как бы понимаешь, что это за человек. Поэтому, если мы говорим о религиозной культуре, то здесь это, и индивидуальные особенности. Индивидуальные особенности, они могут быть разными, вот как раз вот даже, когда я была одним из организаторов, если может кто-то был в Сенаро-центре, показывался впервые у нас в России, был такой показ для людей с разными категориями, особенностями здоровья. То есть впервые московские режиссёры привезли сюда фильм, что-то с Антарктидой связанное, и тогда, когда наши специалисты из Екатеринбурга смогли этот фильм буквально за несколько дней перевести его в различные форматы, для слабослышащих было это, как это правильно называется, да, сурдоперевод, для людей, не видящих, не видящих, если слабовидящих, был кифлокомментатор, который всё это им проговаривал, ну и получается, дополнительно было к большому экрану ещё два экрана, чтобы было лучше видно. То есть получается, индивидуальные особенности были здесь стёрты, если мы говорим об ограничениях здоровья, когда все люди могли поместиться на одной площадке, все смотрели один фильм, и у всех была практически одинаковая возможность насладиться звуками, музыкой, описанием того, что происходило. Когда мы говорим о том, что как раз вот есть такие моменты, когда о субкультурах, о культуре, о возрасте, о нюансах каких-то, о деталях каких-то, мы можем посмотреть на образы. Вот смотрите, совершенно разный возраст у людей, совершенно разный возраст. Когда можно выглядеть в деловом стиле, вот, к примеру, как девушка в костюме, в деловом, и когда его можно сделать более таким раскрепощенным, то есть надев таким образом вниз одежду более свободную. И если мы вечером сюда дополним аксессуары, то будет образ уже совершенно другим. То есть он будет более свободным. Вот, к примеру, даже палантин какой-то, украшения, на картинке сверху, к примеру, вот платье, которое тоже, казалось бы, простое, оно базовое, оно однотонное, но оно дополнено аксессуаром, украшениями, и уже создаётся совершенно другой образ. Дама, которая у нас находится в нижнем, получается, правом углу, посмотрите, какую колоссальную разницу может иметь волосы в хвост или волосы таким образом уложенные, какие-то дополнительные аксессуары в виде больших серёжек, можно в таком образе, допустим, в театр пойти, ничего сложного, однотонное платье, казалось бы. Всего лишь дополненные аксессуары, и акцент сделан именно в области головы. Пожалуйста. У мужчин что здесь может быть? Вот обратите внимание, что я здесь хотела подчеркнуть. Если всё же это какое-либо мероприятие, и хочется, ну именно вот такой вот, как бы где-то даже выделиться, праздника хочется, то в этом случае в образе вы даже в своём и мужчины, и девушке интереснее всегда смотрится, когда низ светлее, чем верх. Это всегда смотрится интереснее. То есть, к примеру, у вас что-то белое, там может быть, юбка или белые брюки какие-то, и, к примеру, тёмная рубашка, это всегда смотрится интереснее, элегантнее и галантнее у мужчин, нежели это будет однотонное или наоборот, как у нас вот привычка белый верх, чёрный низ, да, то есть всё время смотрится лучше. И, конечно же, могут быть элементы такие, как детали, мужчина, деловой костюм, может быть дополнен жилетом, совершенно не из этой категории, совершенно из другой ткани, но который как раз будет являться аксессуаром и уже создаст праздничный вид. И платье, допустим, вот в таком платье, как вот у девушки наверху, то здесь же мы прекрасно понимаем, оно может быть у нас и на работу в нём можно пойти, и в то же время оно смотрится достаточно празднично за счёт прозрачного рукава. То есть есть такие вещи, которые могут быть, ну то есть можно и на работу пойти, можно куда-либо сходить, и можно в том числе в театр. Они отличаются всего лишь деталями. Всего лишь деталями или дополнено простой совершенно наряд, элегантный, дополнен аксессуарами. Вот как мы здесь видим, что большое количество, к примеру, на запястье браслетов, большое какое-то крупное украшение, именно крупное украшение. То есть они дополняют образ. Вот вы сколько знаете стилей? Вот я прямо сидела, смотрела и считала при себя, я насчитала 65. Подняла все свои там конспекты, что-то ещё посмотрела, посмотрела в интернете, посмотрела картинки, я насчитала 65. есть ли у вас, вот подумайте, 65 это много, есть ли у вас предпочтение в каких-либо стилях? Допустим, я люблю стиль такой-такой, вот смотрите, я несколько из них написала, стиль авангард, авиатор, азиатский, балетный, бельевой, боха, вестерн, винтаж, гангстерский, гламурный, городской шик, гранж, деловой, дэнди, диско, классика, коко шанель, и ещё несколько приведено, клубный, милитари, морской, оверсайз, скэжул, ретро, рустик, романтизм, сафари, спортивный, хиппи, эко, эротический, и можно продолжать. Это всё про стили. Есть стили, которые можно хорошо миксовать и сочетать. Поэтому посмотреть ваше внутреннее, вот мы даже когда проводим какие-либо корпоративные мероприятия или даже не корпоративные, ну что-то такое там, бизнес-завтраки, обычно вот эту вот карту, её сразу же прямо в самом начале заполняем, для того, чтобы понимать, как бы мы свой образ, казалось бы, не формировали для кого-то, нам необходимо исходить из внутреннего содержания. Я кто? Я каким себя представляю? Исходя из этого, именно исходя из этого, формировать свой стиль. Потому что, как вот иногда говорят, что стиль он уже там сформирован, вот ты такого-то стиля, тебе вот важны такие-то вещи, работают, существуют такие-то школы, ты там по цветотипу такой, как понять, а кто я по цветотипу, кому я отношусь весна-зима, осень, вот всегда говоришь, разве это так важно, какая школа? Разве это важно? Важно то, что у тебя внутри, то, что тебе хочется, и то, что нравится. И если всё это преобразить вот в этот образ, когда можно смиксовать те же стили, когда можно смиксовать какие-то линии, только надо понимать, какие линии, потому что линии как раз и в вашей одежде, в вашем образе, в принте, который на вашей одежде, вот как раз вот он задаёт тон, какого вы стиля. Вот овал лица, форма глаз, форма губ, даже форма пальцев, и носей задаёт и говорит о том стиле, какой он у вас есть. И ещё дополнительно вы сюда, что мне откликается внутренне? Ну, кому-то хочется вот этого бунтарства, чего-то хочется такого, пожалуйста, стиль Дэнди добавили, да, классики какой-то, да, ну там шляпу ковбойскую, или рубашку клетчатую, или джинсы какие-то, или сапоги-казачки. Казалось бы, платье может быть совершенно девочковое, и здесь же сапоги-казачки. Интересно же будет смотреться. И ещё дополнили шляпой. Вот тебе и пожалуйста, микс стилей, романтика с тем же Дэнди. И когда вот мы говорим о том, что когда мы начинаем сочетать стили, вот посмотрите, два совершенно тоже разных образа, два совершенно разных стиля, и всего лишь добавлены большие аксессуары и какие-то детали в одежде. То есть, пожалуйста, вот элегантный костюм и всего лишь добавлен широкий рукав. И всё, и это сделала уже образ. Поэтому вот, допустим, даже покупая рубашку, особенно вот девушкам, да, можно ходить и в мужской рубашке. Но если вы покупаете рубашку себе, посмотрите так, чтобы это манжеты были интересными. Всего лишь может быть широкий какой-то манжет, какая-то асимметрия. Простые вещи тоже могут быть интересными. Та же самая футболка. У футболки футболка хороша, а в футболке покупать точно лучше базовые. Без всяких надписей, без всяких каких-либо там что-то, нашивок. Потому что базовая футболка, она тема хороша, что вы можете её в любой момент обыграть любым аксессуаром. И одну и ту же футболку белую можно надеть с большим количеством аксессуаров, не напрягая себя каким-то там цветочком, который вот уже заведомо на груди. Вот поэтому лучше базовые вещи. И сейчас мы как раз разберём весь, что входит в базовый гардероб, какие базовые вещи, и тогда оно как-то уляжется по полочкам. Поэтому всегда, когда, вот к примеру, смотрите, мероприятие намечено после рабочего дня, мы идём как обычно на работу, желательно, чтобы наряд был однотонный, в любом случае костюм однотонный, потому что всё любое в клеточку, в гусиную лапку, когда мы смотрим издалека на людей, оно начинает пестрить. Когда мы смотрим однотонное, оно смотрится лаконичнее. И когда к этому однотонному мы добавляем какие-либо крупные большие аксессуары или цвет, к примеру, яркая губная помада, головной убор может быть какой-то, там ожерелье бусы, сумка интересная, брошь в нестандартном, нетрадиционном месте, а можно которые расположить на лацкан, вместо пуговицы, симметрично, к примеру, по карманам. То есть экспериментировать за счёт того, что мы, казалось бы, стандартные вещи убираем и делаем что-то нестандартное. Рукав засучили там как-то, брючки сделали покороче, и всё, и образ из делового превращается интересным и вечерним. То есть у жакеты, у дамы, допустим, кстати, дамы носят и жакеты, и пиджак, если он мужского кроя, у мужчин это пиджак. Помните, я вам даже говорила правило, как запомнить у кого? Пиджак, жакет. Пиджак, жак, значит, это мужской, пиджак это мужское. Жакет, жакет это кэт, это женское. Поэтому женщина носит жакеты, мужчина носит пиджаки. Поэтому достаточно даже поднять воротник у того же жакета или пиджака, и будет совершенно уже другой образ. То есть он уже будет не классический и деловой, а уже будет такой, рукава потёрнули, воротник подняли, распахнули, надели крупные украшения, и вот вам, пожалуйста, уже деловой образ превращается в вечерний. И, конечно же, можно что-то с прической подумать. В этом случае можно убранные в пучок или в хвост волосы распустить, можно их наоборот как-то сделать что-то наверху, что-то интересное, и дополнить такими аксессуарами, как, к примеру, действительно это очки, это какие-то элементы, может, на волосы, ободок или, не знаю, что-то, диадему вечером. Ну и, конечно же, настроение, куда без него. Какие образы являются базовыми и уместны практически везде? Базовый гардероб, почему его называют базовым? Базовый – это то, что можно сочетать со всем. Базовый гардероб, он включает однотонные вещи вашего природного цветотипа, что считается природным цветотипом. Природный цветотип – это как раз основа вашей кожи, все оттенки вашего, который в глазу забыла, как оно называется? Радужка, радужка глаза. Поэтому это и есть ваши природные цвета, то есть цвет волос, мы, как правило, ну, мужчина, он остаётся такой, как есть в большинстве своём. У девушек есть такое предпочтение, иногда с возрастом, кто-то был белым, тёмным, рыжим, ещё каким-либо. Были такие эксперименты в вашей жизни? Какое настроение, такая я и сегодня. Поэтому, как правило, волосы задают вот этот природный колорит, как бы перебивают иногда природный колорит, поэтому в большей степени отталкивайтесь от цвета глаз. Потому что если, к примеру, блондинка или со светлой кожей девушка надевает более такие контрастные яркие вещи, то получается эта вещь её цветом своим забивает, и тогда запоминается, какое было красивое платье, но не запоминаются глаза у этой девушки. Поэтому важно любым нарядам выразить как раз цвет глаз и цвет кожи, чтобы он был отдохнувший и свежий, а не цвет платья, который все это запоминается. Поэтому базовый гардероб – это без принта, вообще, то есть принт – это узоры, без принта, без лишних акцентов в деталях и кроя, к примеру, на рубашке, там, карманы какие-то большие, с вышивкой, хорошее качество ткани. Хорошее качество ткани подразумевает, знаете, что, вот смотрите, зачастую, вот допустим, когда мы работаем с клиентами, они говорят, я только всё натуральное, да, вот, ну как лёный хлопок будет смотреться после рабочего дня. Если вы любите и предпочитаете, ваше тело любит натуральные ткани, наденьте это как нижний слой. Это же может быть бельё, как футболка, нижнее бельё, вот оно натуральное. А всё, что сверху, по сути дела, оно кожи практически не касается нашей. Поэтому так, чтобы эта вещь была элегантной и смотрелась не помявшейся после самолёта или после рабочего дня, сейчас достаточно много ткани, просто плетение другое, добавляют шерсть, но плетение нити другое. Поэтому я, допустим, как обычно это делаю, вот первый у меня признак, подхожу и сминаю ткань и смотрю костюм, как мнётся. Подержала его, отпустила, заломы не моё. Потому что если я купила, я где-то села, встала, у меня здесь будут заломы. Всё. Поэтому, то есть выбирать тоже, если это деловые какие-то костюмы, связанные с выездами, перелётами, то есть прямо к этому относиться ответственно, потому что есть ткани, на которых катушки уже сразу же после первой носки. А их сразу же будет заметно, даже когда вещь ещё висит в магазине, прямо присмотритесь к ней. Какой состав изучите? Потому что, как правило, если больше 50% акрила, ну, здравствуйте, здравствуйте, катушки, через 2 недели. Поэтому смотрите состав внимательно. Обладает эффектом, ну, вот, не сминается приноски, обладает эффектом антистатики. Сталкивались ли вы с таким, что вот, ну, так и хочется, что это присел, встал, оно всё прилипло. Присел, встал, всё прилипло. Такое же случается и у мужчин с сорочками, которые начинают облегать сильно. Поэтому тоже смотрите прямо антистатик, или пользоваться антистатиком, или всё же вещи. Есть, кстати, даже такая особенность организма, у кого прямо вот, у статика сильно, у самого тела работает. Длина и силуэт соответствуют природному стилю. Что я здесь хотела сказать? Что есть природный стиль, и то есть, когда мы его определяем, ну, то есть, какая форма тела, какая форма лица, и длина, она зависит от той же, к примеру, формы ног, или, к примеру, работы, на которой вы работаете, как вот мы говорим, дресс-код не существует, но правила на работе существуют, что всё же коленочки стоит прикрывать, декольте стоит делать не таким глубоким, локти тоже стоит лучше закрывать. Почему? Ну, потому что это правило всё же, как мы на работе, или мы работу работаем, или мы чьи-то взоры привлекаем, поэтому надо чётко понимать. Поэтому и вводится иногда, как раз как таковой называемый дресс-код, где прописывается, какая должна быть длина и силуэты, и это тоже нормально. Вот 10 вещей базового гардероба. Здесь ещё с краю был тренч, можно тренч, в принципе, тоже сюда же присовокупить, потому что в любом случае у нас в образе может быть летом плащ, осенью пальто или тренч, зимой это может быть шуба или пальто. Поэтому тоже оно сюда входит, поэтому 10 базовых вещей. Это костюм классический, брюки, жакет. Сюда же может ещё быть дополнено пиджак у мужчин. Сюда же может быть, если это у девушек, может быть дополнена юбка. Желательно, чтобы это было костюмом, то есть ещё плюс юбка. Рубашка классическая, без всего лишнего, которое можно сочетать с любым деловым костюмом, как мужчине, так и девушке. Это джинсы классические, прямые, не обтягивающие, без потёртостей и без дырок. Они тоже относятся к базовому гардеробу. Трикотажный джемпер, плотный, достаточно вязкий, не облегающий тело. Вот трикотаж каждый раз говорю, какого бы ни были размера по телосложению. Важно, чтобы трикотажный джемпер был на 1-2 размера больше, чем вы. Это очень важно, чтобы между телом и трикотажем обязательно свободно гуляли руки, вот так вот, чтобы нигде, ни в каком месте не было бы вот этого обтягивающего момента. Это платье, оно может быть, ну, платье у мужчины в этом случае, ну, то есть тот же, допустим, джемпер или ещё что-то. Платье, которое тоже однотонное, не обтягивающее, но тем не менее облегающее фигуру. У кого-то что-то, да, играет? Так, и получается футболка, о чём я и говорила. Базовое, классическое. Смотрите, только если говорить про базовое классическое, будьте аккуратны, пожалуйста, с белым цветом. Белые футболки далеко идут не всем. И мы прямо демонстрировали зачастую здесь это правило, почему белый идёт не всем. Поднесите белый лист к себе бумаги и посмотрите на себя в зеркало. Ваши зубы настолько белы, как этот белый листочек, ваши белки глаза настолько белы, как этот листочек. Вот если нет, тогда можно белый, а если нет рядом белого с белым, то есть он также скажет белый, то есть белый он может быть молочным или сероватым оттенком. Поэтому белого очень много, а вот такой прям кристально белый, вот обратите внимание, прямо сделайте такой эксперимент у себя дома. Посмотрите, ваш белый цвет или не ваш. Если у кого-то виниры, да, бывает такое, но иногда тоже виниры сверху поменяли, а снизу свои зубы остались. И вот тоже вот этот дисбаланс, вот это то же самое, как белая футболка, с вашим образом будет. Вот это примерно то же самое происходит. Поэтому здесь может быть у дам топ, у мужчин естественно это может быть второй вариант рубашки однотонной. Это обувь, обувь притом она может быть разной, и обувь это та, которая... Вот смотрите, ещё когда мы говорим про кроссовки, кроссовки же они тоже разные. Иногда говорят, ну кроссовки с деловым костюмом, ну это как бы... Кроссовки с деловым костюмом очень хорошо сочетаются, если кроссовки подобраны правильно. То есть не беговые, не спортивные, а кроссовки те, которые кроссовки. Я с вами, кстати, поделюсь. Магазин есть потрясающий. Если у вас вдруг цель есть купить кроссовки, вот прям туда только и идите. Потому что кроссовки из натуральной кожи, я знаю, что в разных магазинах, ну то есть, наверное, дешевле 7-8 тысяч не купить. В Буме на третьем этаже есть салон обувь ручной работы. И вот там продаются кроссовки прямо вот разного цвета, ботинки даже из натуральной кожи, такие вот молодёжные, цветные, высокие, мягкие. Вот это вот прямо лучший вариант, то, что я встречала. Вот, можете туда сходить. Поэтому кроссовки подходят ко всему, даже к женскому, к дамскому платью, если они подобраны правильно. И, конечно же, в аксессуары это сумки, это клатчи, это часы, это украшения, это палантины. Вы даже когда подбираете образ, вот смотрите, формируете, даже когда, в принципе, вот мы идём подбирать образ в магазин, мы 30% сразу же откладываем от стоимости это на аксессуары. Чтобы не покупали, вот к аксессуарам как раз относятся. Палантины, шарфы, украшения, серьги. Ну, часы, понятно, сюда не войдут, в этот, наверное. Но, тем не менее, это детали, которые можно к белой футболке, к примеру, надеть разные украшения, разные серьги. Вот, к примеру, тот же костюм деловой, смотрите, вот брюки, можно и с джемпером, и с футболкой надеть, с топом. Можно те же джинсы надеть, с деловым джикетом, пиджаком. Можно с рубашкой с белой, можно с трикотажем, можно с футболкой. Представляете, насколько базовый гардероб расширяет возможности, как и что можно надеть. Что делать, если не знали адрес коде мероприятий, как не прослыть белой вороной? Поэтому вы сейчас уже точно знаете, что базовые вещи, если они есть в гардеробе, на какое бы вы мероприятие не пришли, то если вы даже поймёте, что там все пришли в бальных каких-то платьях или ещё там что-то, в образе базового гардероба вы всегда будете выглядеть уместно. И в арсенале всегда имейте аксессуары. Вот прямо в сумке, прямо в портфеле, где угодно, иметь несколько аксессуаров, которые всегда вас выручат. И, конечно же, играть в образ, который создали визуалом. Вам, к примеру, захотелось сегодня поиграть там, не знаю, роль Дэнди, да? Значит, достаточно там шляпы какой-то или ещё какое-то лицо. Поэтому, если вы пришли и вы понимаете, что вы реально не вписались, вы же видите, как все там ходят, и вы не вписались, не оправдывайтесь, не извиняйтесь, вы ничего такого не сделали. Вот никакого преступления вы не совершили, что зачастую начинает оправдывать. А вы знаете, я не знал, а вы знаете, ну что-то мне неудобно, да я, наверное, проходить-то даже не буду. Нет, вас ждут как личность там, а не только то, как вы там надеты. Поэтому ведите себя, естественно, и белой вороной быть даже интересно. Я вам сейчас приведу пример. Мы как-то были на бизнес-конференции в Анжело, то есть просто огромное количество народа, там сотни, и выходим, когда перерыв, общаемся с коллегами, ну все так по-деловому надеты, у всех образы такие деловые, и вдруг дама в бархатном платье, с разрезом, с оголенной спиной, одна, и дефилирует по всему фойе. Коллеги так говорят, без слов, слов просто их не было. Я говорю, да кто же, зачем сюда приехал? Деловые люди приехали на деловую конференцию. Дама предполагает, что здесь деловая тусовка, ну, наверное, тоже с какой-то целью приехала. Ну, она-то нам всем запомнилась. Мы-то все стояли в деловом образе, и все как все, а она как она. Вот вам и пожалуйста. Она была белой вороной. Плохо это или хорошо? А это и неплохо, и нехорошо. Кто зачем приехал? Если у вас цель выделиться из аудитории и создать определенное впечатление, даже может оно быть, ну, таким вызывающим, значит, в вашей истории быть белой вороной. Подумайте как раз тот образ, в котором точно никто не придет. Чем вы можете там выделиться? Поэтому белой вороной быть интересно. Главное, что не у каждого смелости хватит на это. Вот это уже дело второе. Поэтому надо понимать цель и все прочее, то, что мы говорили в самом начале с вами. А дополнить базовый гардероб, вот смотрите, даже если это совершенно классический образ, такие элементы и детали, как обувь, даже шнурки у обуви могут выражать определенное. Представляете, вот кроссовки белые, но на них будут красные шнурки. Будет это как-то выражать? Ну, такое вот состояние, дерзость какую-то определенную, да? Всего лишь цвет добавлен. Пожалуйста, форма каблука, форма обуви, цвет сам обуви. Почему я говорю каждый раз, не покупайте черную обувь? Черная обувь вообще неинтересна. Если говорить о том, что грязно, грязь не бывает никогда черной. Грязь, когда высыхает, она становится или серой, или бежевый. Поэтому в любом случае серой или бежевая обувь всегда будет более уместной. На ней не будет видно грязи. Ну, а на цветном, оно по крайней мере, это ярко смотрится. Дополнить базовый гардероб можно яркими деталями. Вот, к примеру, мы смотрим футболка базовая внизу, но на ней не вышивка, а украшение какое-то, которое я завтра сниму, эта футболка опять будет базовая. Это какие-то элементы, детали, к примеру, рубашка какая-то яркая, сумка с ремнем. Сейчас ремни, кстати, продаются отдельно, можно на любую базовую сумку купить любой ремень. Это, пожалуйста, казалось бы, деловой костюм. Ну, вот рубашка, я имею в виду брюки, но дополнена жилетом, и образ совершенно другой становится. Вот это платье, которое синее, оно действительно было, если я его видела прямо в коллекции, это платье, а сверху надета юбка. Снял платье, надел деловой пиджак, пожалуйста, деловой образ получается. Снял пиджак, надел юбку, и получается вечерний образ. То есть детали, сами детали делают таким образом образ. Где и когда? Конечно же, мы уже сказали о том, что если у вас есть желание и задача такая стоит, выделиться, создать впечатление, запомнится, то значит, ваша задача стать белой вороной. Яркие акценты, походка, осанка, особенные жесты какие-то, голос, интонация, и, конечно же, юмор, если вам вдруг удастся говорить, пошутить, эрудиция, которая как раз вас и сделает той белой вороной, которая пришла на какое-либо мероприятие. Действительно, красивую женщину запомнить легко, и, как правило, яркие и в красивой, яркой одежде женщины запоминаются, а важнее, чтобы запомнили всю же женщину, саму женщину, что в ней такого необычного, что она может произвести впечатление, не украсив себя яркими какими-то деталями, чем? Чем-то другим, наверное. Чем-то другим. И вот, знаете, здесь вот действительно, чем наряд проще, чем образ проще, тем он элегантнее, это реально так. Чем костюм мужчины проще, чем у женщины платье без всяких каких-то деталей, тем это смотрится интереснее, элегантнее, когда сюда можно еще дополнительно добавить какой-то образ, вернее, к образу аксессуары, то это уже образы меняет. А как выделиться на фоне, если сейчас говорить о серьезном, все же, если у вас есть такой запрос, такая потребность, как выделиться на фоне своих коллег, своих, вот, к примеру, какая-то определенная корпоративная, такая вот, ну, как это, сказать, семинар какой-то сферы. И для того, чтобы вас запомнили, как-то выделили, здесь надо понимать, помните, я вам говорила, пройдя вот этот тест, знаете, как-то я подумаю, как бы его куда можно выложить, пройдя вот этот тест, то есть можно понять, что для меня ценно, поэтому вот эти вопросы, вспомните все ваши уникальности, достижения, значимые факты, называются цифры события, что вам нравится, что вас вдохновляет, и самое важное, не когда человек сам говорит. А вот есть такое, когда я тоже училась на курсе по бренд, там прямо, прямо на курсе было такое задание, напишите прямо сейчас вашим 5-7 друзьям, что ценного у вас есть, чтобы они вам написали там 3-5 прилагательных, к примеру, что у вас ценного есть, и какие есть бревна в вашем глазу, которые вы не замечаете. Ну, так некоторые говорили, да нет, мне никто не напишет, ничего подобного, написали. Кто-то расстроился, кто-то смеялся, кто-то шутил, потому что мы порой сами себя где-то наоборот опускаем, если самооценка низкая, а где-то наоборот корону забыли снять. И мы себя нормально-то не отражаем, мы только можем себя увидеть глазами других людей, какую ценность мы несем. И на самом деле, нам так кажется, что что такого-то, что такого-то, люди говорят, да слушай, у тебя талантище в этом, так вот ты в этом и в этом интересен. Поэтому иногда стоит к этому прислушаться, это не к тому, что жить чужим мнением, это от того, что мы же живем не одни сами по себе, мы же живем для чего-то в этом мире и в этом обществе. Так уж лучше, если жить, то приносить какую-то хоть пользу, помня о том, что миссия. Я вот на прошлой встрече тоже рекомендовала, сама когда посмотрела фильм, такой прям себе куда-то, запишите, последнее слово называется. Не буду говорить о том, что про что там начало и конец, вы получите, вон Юлия кивает и улыбается даже, вы получите колоссальные истинные наслаждения, посмотрев этот фильм, и многие вещи станут настолько понятными и актуальными, что что-то откроется и слово миссия станет более понятным. Поэтому, что является якорем, сегодня, кстати, с Сашей на эту тему до встречи нашей мы разговаривали, насколько важен якорь в вашем образе. Якорь – это то, что всегда с вами, то, что… Знаете, например, какой пример? Как у боярского шляпа. Боярские без шляпы, но прям как бы уже и не боярские. Или ещё какие-то такие моменты, то есть, когда у человека есть что-то, которое его, когда мы говорим даже какой-то элемент, или говорят, о, смотри, шляпа как у боярского. Я извиняюсь, что привела этот пример, потому что есть более яркие личности, интересные, может даже молодое поколение вообще не знают, кто такой боярский, да? Вы знаете? Ну вот, видите. А? У кого? Да. Ну вот, пожалуйста, да. То есть, кто знает Лену Ленскую? Вот когда все, видите, подняли всего четыре руки. Вот. Поэтому вот есть какая-то деталь, которая есть у человека всегда. Подумайте о том, что вашим якорем является. почему вас могут как-то классифицировать, узнавать и говорить, что вот это вот как у кого-то. И что вообще оставляет послевкусие о вас? У каждого человека, каждый человек оставляет после себя послевкусие. Вот вы знаете, у кого-то есть собственный аромат. Вот было у вас такое, я помню, приходишь на работу, я чувствую. То есть я же не знаю, человек пришел или не пришел. Аромат. Там, духов или туалетной воды, да? Или, ну вот что-то такое, или стук каблуков, да? Так не ходит никто. Я знаю, что это этот человек, да? У кого-то наоборот, мужчина идет, уверенный поступью, чеканья, шаг, прекрасно понимаешь, о, босс на работу пришел, да? Потому что никто больше так не ходит. Поэтому надо понимать, что о вас оставляет то послевкусие, что приятного о вас могут подумать или сказать люди, когда вы уходите из этого пристранства. Это очень важно. Это важнее даже порой иногда то, что мы делаем. И помните всегда, что действительно создание имиджа это один из инструментов, это не единственный инструмент, это один из инструментов для успешной коммуникации. Если мы хотим чего-то добиться, что-то узнать, а собираясь на эту встречу, нам необходимо поработать и задуматься об имидже. Поэтому слово модно, оно не столь актуально. Не стоит подгонять свой образ под модные тенденции. Мода настолько циклична. Сегодня модно, а в следующем сезоне уже не модно. И это модники скажут, о, да что-то это вещь какую-то с прошлого сезона надел, так она уже не модная, не актуальна. Поэтому есть стиль определенный. И поэтому, если у вас есть свой стиль, то тогда получается, что вы сами диктуете эту моду, вы сами со своим стилем живете и добавляете какие-то элементы, которые как раз в тренде. Как вы сейчас, допустим, в тренде цвет лаванды. Ну, пожалуйста, купите себе чехол на телефон лавандовый. Ну, там какую-то детальку, платок привяжите к сумке. Мужчина там лавандовый галстук, к примеру, или там на шейный платок. Вот и пожалуйста, не обязательно же лавандовый костюм или пальто покупать. Вот это вот о таких моментах. Поэтому делайте акцент на внешности и личности всегда. Создавайте именно тот образ, который максимально демонстрирует внешние достоинства. Транслируйте именно тот образ, который соответствует вашему внутреннему я и цели на ситуации. Будьте собой, будьте уникальны и неповторимы. Уважайте свое окружение, проявляйте знаки внимания и старшим, и детям. Дети, кстати, очень любят, когда к ним обращаются на «вы». Это я прямо знаю, замечаю. Кстати, к детям старше 12 лет и следует обращаться к детям. До тех пор, пока вы не познакомитесь и скажете, к примеру, ко мне можешь обращаться на «ты». Он тоже скажет, ко мне тоже можете обращаться на «ты». и будет все нормально. Что важно, воспитанный человек не замечает невоспитанность других, в скобочках я беру, не говорит о ней вслух. То есть, может, мы замечаем, подмечаем, только вслух, при других никогда этого говорить не надо, даже своим маленьким детям. Никогда. И один из главных правил этикета «удобно мне, удобно со мной». То есть, об этом помним всегда. Как бы мне бы хорошо не было, пусть так же хорошо будет тем людям, которые находятся в одном со мной пространстве. Поэтому читайте, познавайте наш мир, развивайтесь, учитесь, передавайте знания. С вами была я, Ольга Кириченко. И мне еще хотелось бы, я знаю, что у нас тема, Саша, я уже смотрю, появилась в эфире. Саша, дальше? Киркот? А, вот, опрос. У вас есть, Саша, анкеты, да? Да, есть, Саша сказала, анкеты, которые надо было бы раздать, да? И можно, вы можете, у кого есть телефоны, кто может пользоваться этой программкой, программкой, видите, уже язык за полтора часа. Можно пройти этот опрос. Для чего он этот опрос? Важно, потому что именно под ваш запрос мы создаем темы, которые здесь проводим. То есть мы сами их не придумываем. Вот у вас есть какой запрос? Кстати, в августе мы решили сделать, в июле будет у нас встреча по вашим вопросам и ответам, в какой теме вы захотите тему этикета, разберем тему этикета. И будет тема, что-то связано с имиджем, со стилем, разберем. Мы все это потом, да, Саша, пропишем, как это у нас будет проходить, потому что там будет прямо проходить практикум в июле. В августе мы берем отпуск, из сентября начинаем, вот по вашему вот эту запрос-вопросу как раз работать. Правильно я сказала? Нет, я имею в виду, сейчас уже вот эту мы берем программу для того, чтобы на следующую встречу... Да, на следующую встречу на сентябрь, сентябрь, сентябрь. Ну, я говорю, на сентябрь уже, да. А следующая встреча у нас будет такая, пока с изюминкой. Потом расскажем, поэтому наводите на опрос, делайте, если сейчас есть время отвечать, отвечайте. Если нужен мой телефон, его тоже себе фиксируйте. Будут какие-то вопросы, я на все вопросы отвечаю, я говорю вам честно, если вы пишете. Прямо если есть у вас какой-либо вопрос, да, пишите, да. Юлия вот тоже улыбается, кивает, поэтому, пожалуйста, пишите, задавайте все, что связано с темами имиджа, стиля, этикета, этикета коммуникации и я веду в УРФУ еще курс бизнес-коммуникации, то есть тоже можете задавать вопросы на эту тему. И это немного обо мне. И вы можете сейчас позадавать вопросы, мы можем подискутировать и завершить сегодняшнюю встречу. Субтитры создавал DimaTorzok